Лучше давать повод к смеху, чем к насмешкам. Приятная Даша, это прочитано за какой-то был месяц. Март 2016, так еще не буду октябрь по погоде. И сегодня, правда, мол, я особо не буду острогаться по поводу того, что я прочитала в этом месяце. Ну, да, в общем, понеслось. Слушай, у меня тут прям восстание машины. Техника не хочет, чтобы я снимала видео. И кошка тоже. Так, я почитала «Лучшие следствия от Северного ветра». Автор у нас Даниэль Глатауэр. Я не знаю, как это читать. Автор, я так поняла, немец. События тоже происходят там, в Германии. Этот роман меня заинтересовал тем, что... В своем описании, что это роман-переписка. То есть, типа, как у Сеси Ляхин на том конце радуги. И это не могло меня не заинтересовать. Книга мне понравилась. И еще больше понравилась тем, что концовка неожиданная. Там действительно завязывается случайная переписка. Там девушка ошиблась электронным адресом. Писала по одному, очень похожему. Попала по другому. И вот завязывалась переписка между двумя людьми. Мужчиной и женщиной. Они други заинтересовались. Пробудился такой интерес межполовой, скажем так. И, собственно, читать очень интересно. Книга совсем небольшая. По-моему, страниц 200, совсем немного. И, в принципе, мне было интересно читать. Очень, очень необычно. Такой очень необычный формат встречи. Они там один раз придумали. Я в жизни не додумалась признаться. Надо бы взять на вооружение. И, в общем, достаточно любопытно. Хотя я слышала такое мнение, что как раз вот такие книги мне понравились из-за, так сказать, какой-то легкомысленности женского персонажа там. И как раз из-за концовки. А вот мне, наоборот, понравилось как раз из-за того, что концовка внезапная. Но я поддерживаю идею легкомысленности женщины там. И еще одна книга, которую я прочитала, это «Изгнание» Дианы Лампид. Как мы помним, Диана Лампид пишет такие немножко мистические книги. Больше такого женского жанра, можно сказать. Хотя это нелюбовные романы, сказала бы я, если бы я читала у нее только «Уснуть и только». Но чем больше я у нее читаю книг, тем больше убеждаюсь, что, пожалуй, можно про нее сказать, что она... Что у нее женские книги такие вот типичные. Очень интересная идея у книги «Изгнание», безумно интересная. Там любитель-гипнотизер погружается в любовницу. «Изгнание» Пошли прощения за татологию и всем, чтобы брать ее в ее предыдущую жизнь. Но что-то пошло не так. И она в этой своей предыдущей жизни застряла. Это я читаю, в самом начале месяца, и могу ошибиться, но, кажется, она попала в тот период, когда Кровель приходил к власти, свергал английскую крону. И вообще я так поняла, что Диана Лампид, она очень заинтересована историей Англии. монархической. У нее, что не сюжет, то верится вокруг какое-то легендарное у вас событие, то у нее не Малентон, это нет. Ну, это... Блэйн вроде. Ну да, чей-призок. Ходит по замку Генрих VIII. Анаболейн! Господи, склероз. То вот в данном случае у нее Кромвель. И вот я у нее прочитала несколько романов. Реально уснуть. И только у нее самое лучшее произведение. Там минимум женских романов. Я ничего не имею против женских романов. Просто, ну, не знаю, как сказать. У нее минимум там привязанности к каким-то легендарным историческим событиям. И максимум интересным. Вот. Ну, вернемся к изгнанию. Мы говорим об изгнании. Так что согласитесь. Идея души современного человека, живущего в XX веке, застрявшего, ой-ой-ой, когда, в каком веке, это чрезвычайно изумительно интересно. Это потрясающая идея. Когда поняла ее задумку, у меня просто... Я восхитилась. Однако, на мой взгляд, писательница не вполне справилась с задачей, которую она перед собой поставила. Ну, потому что, действительно, получился более... Больше такой... Типичный женский роман с какими-то отсылками на легендарные исторические события, чем какой-то действительно качественный мистический... книга. Мистический книга. Как с какой-то хорошей идеей. И вот, знаете, такой там... Такие там мужчины, неправдоподобные. Вот я тоже знакома с историей Англии. Как в монархическом плане, так и в плане обыденной жизни. Я очень вообще зарисована обыденной жизнью людей в истории там многие столетия назад, как все жили. Я авторитетно заявляю, что мужские персонажи прописаны более чем неправдоподобно. Так не бывает. Ну, или бывает, а я об этом не знаю. И слишком самонадеянно сужу. Так, переходим к следующей книге. «Людоедское счастье» Даниэль Пеннак. Вы знаете, в конце каждого года я снимаю традиционное видео о лучших книгах прочитано за месяц. И, как правило, присуждаю номинации определенные. И, пожалуй, в этом году, если я не забуду, конечно, за полгода, которые остались до декабря, пожалуй, веду-ка я такую номинацию, как «Самая непонятная книга». Я не в плане сюжета, что здесь не понять, а в плане идеи, которую хотел подать автор, или в плане эмоции, которую, казалось бы, должен почувствовать читатель. То есть «Людоедское счастье», если говорить о книге, то это история о том, как один мужчина во Франции, живущий, с такой весьма необычной должностью. Дело в том, что в магазине, в котором он работает, происходит теракт один за другим просто. И все в его... Ну, в тот период, куда он находится там, конечно, его подозревают, и, собственно, вокруг этой идеи все вертится. Я не поняла эту книгу вообще. То есть я поняла сюжет, но я не поняла книгу. Вы понимаете, что я имею в виду? Есть контакт. Земля, Земля вызывает людей. То есть у него очень необычная семья, очень странная семья, даже более странная, чем я. Можете себе представить? Более странная, чем я. И очень необычные друзья. В общем, я не поняла эту книгу. Я тупая. Я слух бог. Тупо переходим к следующей. Потому что по поводу этого мне сказать уже больше нечего. Она... Ну, я единственное добавлю, что читать ее моментами интересно. Моментами... Не очень. Она... Ну, если говорить о послевкусии, то она дает депрессию, саморефлексию и унынием. Но книга неплохая. Я просто... Эмоции, которые у меня возникли после ее прочтения. Так, я перечитала «Мизери» Стивена Кинга. Я думала, она мне не пойдет. Знаете, как сфотка бывает? Она... Говорят иногда, что после первой стопки, что «У, хорошо пошла!» Или «Не пошла в фугу!» Вот. И вот книги у меня тоже... Они у меня идут, либо не идут. Я думала, что «Мизери» не пойдет, потому что это... Ну, когда людям говорю, что нужно читать... Дело в том, что «Мизери» — это такая книга, которую нужно читать в первый раз. То есть, «Полечитая» мне уже не дает таких эмоций. Как в первый раз. Потому что, когда ты в первый раз читаешь, ты еще ничего не знаешь. Тебе все шокирует, все события. А когда ты читаешь в первый раз, ты уже знаешь, чего ждать с сюжетом. И какими бы шокирующими действиями главных героев не были, тебя это уже не так заденет и впечатлит. Я уже ранее предпринимала попытки перечитывать «Мизери», но как-то у меня не шло. А тут пошло. Для тех, кто не в курсе. «Мизери» — это книга об очень популярном писателе, которая попадает в руки своей фанатки. Я подчеркиваю, не поклонница, фанатки. Давайте-таки различим два термина. Поклонник — это человек, который любит правление вашего творчества. Фанат — это двинутый поклонник с заскуками, который не постесняется пойти на какие-то крайние меры. Вот к такой фанатичке и попал наш герой. Она готова абсолютно на все. Глаза, отрубать конечности, идти на какие угодно преступления, лишь бы заставить его написать книгу, которую она хочет, чтобы он написал. Это все, что я могу сказать, не создав спойлером. Для тех, кто ее еще не читал, предстоит, я искренне завидую, потому что я очень ярко помню свои первые впечатления. я просто шаршными глазами ознакомилась с книгой с этой и просто они у меня были вот такими. Следующая книга — это «Сатя Невержиней». Я уже как-то отзывалась о ее книге и «Цветы на чердаке». Это была ее дебютная книга. Я про нее говорила, что ой-ой-ой-ой-ой-ой, я чего мизык-то начала читать, потому что я перед этим прочитала «Цветы на чердаке» и в предыдущем своем видео сравнивала «Цветы на чердаке» с мизыри. Они абсолютно разный сюжет, абсолютно разная подача информации, абсолютно разный стиль повествования, абсолютно разные жанры, но они одинаково в одном. Они меня шокировали. Шокировать меня непросто. поэтому я не сразу решилась читать продолжение, потому что как правило, продолжение они себе не так хороши, начало. Но меня мама заинтриговала, что садь в ней это объясняет, почему бабулька, которая высвечивается в книге «Цветы на чердаке», стала такой, какой она стала. Мне просто стало интересно, что нужно пережить, чтобы так и звереть. я лучше бы не читала. Не хочу обидеть тех, кто является поклонником этой книги, однако запрягает писательница долго и вопреки поговорке ездит тоже не особо быстро. Я так не поняла, почему бабулька стала такой, какой она стала, потому что походу она всегда была такой, просто она воспользовалась случаем проявить свое настоящее я. Если в «Цветах на чердаке» я еще более-менее как-то ее оправдывала, я находила ей оправдание, как-то входило что-то вот, у меня там другая героиня была, «Исчадие мада», то вот, прочитав эту книгу, я применила свою точку кузе, не знаю, лучше бы я осталась приплежней. Поэтому если вы еще не читали «Сад теней», но читали «Цветы на чердаке», то я рекомендую вам на этом остановиться. Я так больше «Вирджинию Эмдлис» читать не буду. Ну и последняя книга, которую я сегодня расскажу, это «Стеклянный трон», автор Сара Маас, или Маас, я опять же не знаю, как правильно правильно носится. Мнение у меня неоднозначное. Зачин просто отличный, превосходный. Первые сто страниц меня было не оторвать от книги. Я просто вот так вот замерла и читала. Было очень интересно. А потом как-то на убыль, на убыль, на убыль пошло. В конце более-менее так вспышечка была. и я опять же подчеркну, что я не против женских романов. Я сама ими зачитывалась. и ничего не имею против них. Однако книга, которая началась так замечательная, потом перешла в типичнейший просто женский роман. У меня был облом. Я честно скажу, прибегу к же организму подростковому, у меня был облом. Я уже настроилась, там первые сто страниц, были такие прекрасные, сказка просто. И тут внезапно нежданчик такой. Сэрма, зачем ты так со своими читателями? В общем, сюжет какой. Девушка ассасин. Кто такой ассасин? Все знают. Наемный убийца. Грубо говоря, без нюансов. если сосланы населенные копии, пойманы и сосланы в качестве наказания, благо не казнили, уже спасибо. Но неизвестно вообще-то, какой из двух лучше, потому что населенных копий долго не живут, и жизнь там вообще ни разу не кусок сахара. И вдруг внезапно наследный принц вызывает нашу героиню к себе зачем-то. Там недоумение. Чего это? Надо-то? Оказывается, король хочет выбрать забыла термин. Ну вообще он защитника, который бы выполнял приказания во славу империи. Ну грубо говоря, сказноубийство осуществлял бы на благо государства и короля. Что не всегда одно и тоже. претенденты разные, представители короля, в том числе принц, выбирают людей, людей опасных, которые представляли бы их, и они между собой состязаются, будут состязаться. кто всех победит, тот будет защитником короля, соответственно, с него снимут все обвинения, и прослужив четыре года, она получит свободу. Ну если выиграет. есть там очень много мистики, ну кстати, мне не особо понравилось, как ее подала писательница, идея хорошая, но я считаю, играть можно было бы получше. И вот собственно все развивается, разворачивается. Там есть продолжение еще в этой книге, но читать я его не буду. Собственно, это все, что я прочитала в этом месяце. как я и предупреждала, я не особо довольна теми книгами, которые я читала, но зато в субботу я начала читать новую книгу о Гунах Дови Плат. Мои отзывы они, правда, тоже будут не особо благоприятны. Ладно, не буду бежать впереди коней. Прекрасного дня, пусть вам повезет с хорошими десятоклигами, пусть они вам понравятся. Ну и пока пока а рекламная пауза не забыла не забывайте забегать на мой канал с аниме клипами. Там скоро появится совершенно безумный на мой взгляд клип посвященный первому апреле. Кстати, с ним смех вас. Он длится всего 30 80 секунд, но я надеюсь он вас улыбнет. Ну и до скорых книг. Продолжение следует...